Басни Харьковские А сего года в селе Бабаях умножил он и до половины. Между тем, как писал Прибавочное, казалось, будто ты всегда присутствуешь, одобряя мои мысли и вместе о них со мною причащаясь. Даруй же тебе три десятка басен, тебе и подобным тебе. Отеческое наказание заключает в горести своих сладость, а мудрая игрушка утаивает в себе силу. Глупую важность встречает по виду, выпроваживает по смеху, а разумную шутку важный впечатляет конец. Нет смешнее, как умный вид с пустыми потрохами, и нет веселее, как смешное лицо с утаенную дельностью. Вспомните пословицу. Красна хата не углами, но пирогами. Я и сам не люблю превратные маски тех людей и дел, о которых можно сказать малороссийскую пословицу. Стучит, шумит, гремит, а что там, кобылье мертво голова бежит. Говорят и великороссийцы. Летала высоко, а села недалеко. А тех, что богато и красно говорят, а нечего слушать. Не любая мне сия пустая надменность и пышная пустошь, а люблю то, что сверху ничто, но в середке чтось. Снаружи ложь, но внутри истина. Такова речь, и человек назывался Уэллинов. Картинка сверху смешная, но внутри благолепная. Друг мой, не презирай баснословия. Басни и притча есть тоже. Не по кошельку суди сокровища. Праведен суд, суди. Басня тогда бывает скверная и бабья, когда в подлой и смешной своей шелухе не заключает зерно истины. Похоже на орех пустой, а таких-то басен отводит Павел своего Тимофея. Глава 4, стих 7. 1 Тимофею. И Петр не просто отвергает басни, но басни ухищренные, кроме украшенной на личности, силы Христовой неимущие. Иногда во вретище дрожайший кроется камень. Пожалуй, разжуйся и павловские слова. Не внимай иудейским басням, ни заповедям людей, отвращающих от истины. Как обряд есть без силы Божьей пустошь, так и басни, но без истины. Если же истинную, кто дерзнет назвать лживою? Все ибо чистое чистым, оскверненным же и неверным ничто же чисто, но осквернисья их ум и совесть. К титу первая глава. Сим больным, лишенным страха Божия, а с ним и доброго вкуса, всякая пища кажется гнусную. Не пища гнусна, но осквернился их ум и совесть. Сей забавный и фигурный род писаний был домашний, с самым лучшим древним любомудрцем. Лавр и зимою зелен, так мудрые и в игрушках умны, и во лжи истины. Истина острому их взору не издали оболванила, так, как подлым умам. Но ясно, как взверцали, представляясь, а они, увидев живо-живой ее образ, уподобили он ее различным тленным фигурам. Ни одни краски не изъяснят розу, лилию, нарцисс, столь живо, сколь благолепно у них образуется невидимая Божия истина. Тень небесных и земных образов. Отсюда родились и иероглифика, эмблемата, символа, таинства, притчи, басни, подобия, пословицы. И не дивно, что Сократ, когда ему внутренний ангел-предводитель во всех его делах велел писать стихи, тогда избрал эзоповы басни. И как самая хитрейшая картина неученым очам кажется врагами, так и здесь делается. Само солнце всех планет и царица Библии, их тайнообразующих фигур, притчи и подобий богозданна. Вся она вылеплена из глинки и называется у Павла буйством. Но сию глинку вдохнен дух жизни и всем буйстве кроется мудрое всего смертного. Изобразить, притащить, уподобить, значит тоже. Примешь, любезный приятель, дружеским сердцем сию небезвкусную от твоего друга мысли его воду. Не мои сии мысли, и не я он и вымыслил, истина безначальна. Но люблю тем мои. Люби и буду твои. Знаю, что твой телесный болван далеко разнится от моего чучела, но два разноличные сосуда одним да напаяются ликером. Да будет едина душа и едино сердце. Срята есть истинная дружба, мысли единства. Все не наше. Все погибнет, и сами болваны наши. Одни только мысли наши всегда с нами. Одна только истина вечна, а мы в ней, как яблоня, в своем зерне скроемся. Питаем же дружбу. Прими и кушай с Петром четвероногих зверей, гадов и птиц. Бог тебя да благословляет. С ним не вредит и самый яд языческий, они не что суть, как образы, прикрывающие, как полотном истину. Кушай, пока вкусишь с Богом лучшее. Любезный приятель, твой верный слуга, любитель священной Библии, Григорий Сковорода. 1744 год, в селе Бабаях, накануне Пятидесятницы. Басня первая. Собаки. В селе у хозяина жили две собаки. Случилось мимо ворот проезжать незнакомцу. Одна из них, выскочив и полаев, поколь он с виду ушел, воротилась на двор. Что тебе из сего прибыло, спросила другая. По крайней мере, не столь скучно, отвечала она. Ведь не все ж, сказала разумная, проезжие таковы, чтобы их почитать за неприятелей нашего хозяина. А то бы я и сама должности свои не оставила, несмотря на то, что с прошедшей ночи нога моя волчьими зубами повреждена. Собаку ей бы дело не худое, но без причины лаять на всякого дурно. Сила. Разумный человек знает, что осуждать, а безумный болтает без разбору. Ворона и чиж. Неподалеку от озера, в котором видны были жабы, чиж, сидя на ветке, пел. Ворона близости тоже себе квакала, и, видя, что чиж петь не перестает, «Чего ты сюда ждмешься, жаба? А чего ты меня жабой зовешь?» спросил чиж ворону. «От того, что ты точно такой зеленый, как вон та жаба». А чиж сказал, «О, ежели я жаба, тогда ты точная лягушка по внутреннему твоему орудию, которым пение весьма им подобное отправляешь». Сила. Сердце и нравы человеческие, как он таков, свидетельствовать должны, а не внешние качества. Дерево из плодов познается. Басня третья. Жаворонки. Еще в древние века, в самое то время, как у орлов черепахи летать учились, молодой жаворонок сидел недолеще того места, где одна из помянутых черепах по сказке мудрого Изопа летание свое благополучно на камне окончила с великим шумом и треском. Молодчик, испугавшись, пробрался с трепетом к своему отцу. «Батюшка, конечно, возле той горы сел орел, о котором ты мне когда-то говорил, что он птица всех страшнее и сильнее». «А почему ты догадываешься, сынок?» спросил старик. «Батюшка, как он садился, я такой быстроты, шуму и грому никогда не видывал». «Мой любезнейший сынок», сказал старик, «твой молоденький умок, знай, друг мой, и всегда себе сию песенку пой. Не тот орел, что высоко летает, но тот, что легко седает. Сила». «Многие без природы изрядные дела зачинают, но худо кончат. Доброе намерение и конец всякому делу есть печать». Басня четвертая «Голова и туловище». Туловище, одетое великолепное и обширное с дорогими уборами одеяние, величалося перед головой и упрекало ее в тем, что на нее и десятая доля не исходит в сравнении с его великолепием. «Слушай, ты, дурак, если может поместиться ум в твоем брюхе, то рассуждай, что сие делается не по большому твоему достоинству, но потому, что нельзя тебе столь малым обойтись, как мне», сказала голова. Фабулка сия для тех, которые честь свою на одном великолепии основали. Басня пятая «Чиж и щегол». Чиж, вылетев на волю, слетелся с давним своим товарищем щеглом, который его спросил «Как ты, друг мой, освободился? Расскажи мне». «Чудным случаем», отвечал пленник, «Богатый турок приехал с посланника в наш город и, прохаживаясь из любопытства по рынку, зашел в наш птичий ряд, в котором нас около четырехсот у одного хозяина висело в клетках. Турок долго на нас, как мы один перед другим, пели, смотрел и с сожалением. Наконец, «А сколько просишь денег за всех?» спросил нашего хозяина. «Двадцать пять рублей», отвечал он. Турок, не говоря ни слова, выкинул деньги и велел себе подавать по одной клетке, из которых каждого из нас на волю выпуская, утешался, смотря в разные стороны, куда мы разлетались. «А что же тебя?» спросил товарищ, заманило в неволю. «Сладкая пища да красная клетка», отвечал счастливец. «А теперь, пока умру, буду благодарить Бога следующую песенку. «Лучше мне сухарь с водою, нежели сахарь с бедою». Сила. Кто не любит хлопот, должен научиться просто и у Бога жить». Басня шестая. «Колеса часов». Колесо часовой машины спросило у другого. «Скажи мне, для чего ты качаешься не по нашей склонности, но в противоположную сторону?» «Меня», отвечало другое, «так сделал мой мастер. И Сим вам не только не мешаю, но еще с помощью ствую тому, дабы наши часы ходили по рассуждению солнечного круга». Сила. По разным природным склонностям и путь жития разный. «Однако всем один конец, честность, мир и любовь». Басня седьмая «Орел и сорока». Сорока орлу говорила «Скажи мне, как тебе не наскучит непрестанно вихрем крутиться на пространных высотах небесных и то в гору, то вниз, будто по винтовой лестнице шататься?» «Я бы никогда на землю не опустился», отвечал орел, «если б телесная нужда к тому меня не приводила». «А я никогда бы не отлетала от города», сказала сорока, «если бы орлом была». «И я тоже бы делал», говорил орел, «если бы был сорокою». Сила «Кто родился для того, чтобы вечностью забавляться, тому приятнее жить в полях, рощах и садах, нежели в городах». Басня восьмая «Голова и туловище». «Чем бы ты жива была», спросила туловище голову, «если бы от меня жизненных соков по частям в себя не вытягивала». «Сие есть самая правда», отвечала голова, «но в награждение того мое око тебе светом, а я вспомоществую советом». Сила «Народ должен обладателем своим служить и кормить». Басня девятая «Муравей и свинья». «Свинья с муравьем спорили, кто из них двоих богаче, а вол был свидетелем правости и побочным судьею». «А много ли у тебя хлебного зерна?» спросила с гордой улыбкой свинья. «Прошу объявить, почтенный господин». «У меня пол нехонько горсть самого чистого зерна», сказал, как только муравей. Вдруг захотали свинья и вол со всей мощи. «Так вот же нам будет судей господин вол», говорит свинья. «Он двадцать лет слишком отправлял с великой славой судейскую должность, и можно сказать, что он между всею своей братью искуснейший юрист и самой острой арифметики алгебрик. Его благородие может нам спор легко решить, да он же и в латынских диспутах весьма кажется зол». Вол после сих слов мудрым зверьком сказанных тотчас скинул на счеты и при помощи арифметического умножения следующее сделал определение. «По ней же бедный муравей только одну горсть зерна имеет, как сам признался, в том добровольно, да и кроме зерна ничего больше не употребляет, а напротив того у госпожи свиньи имеется целая кать, содержащая горсти триста с третью. Того ради по всем правам здравого рассуждения не то вы считали господин Вол прервал его речь муравей наденьте очки да расход против приходу скиньте на счеты. Дело зашло в спор и перенесено в высший суд. Сила немалое то, что в обиходе довольное, а довольство и богатство есть тоже. Басня десятая Две курицы случилось дикой курице залететь к домашней. Как ты сестрица в лесах живешь? спросила домовая. Так слово в слово как и прочие птицы лесные отвечала дикая. Тот же бог и меня питает который диких кормит голубей стада. Так они же летать могут хорошо промолвила хозяйка. Это правда сказала дикая и я потому ж в воздух улетаю и довольно крыльями от бога мне данными. Вот этому то я сестрица не могу верить говорила домоседка а того что я на силу могу перелететь вон к этому сараю. Не спорю говорит дещина да при том же то извольте голубушка моя рассуждать что вы с малых лет как только родились изволите по двору навоза разгребать а я мое летание ежедневным опытом твердить присуждена. Сила многие что сами сделать не в силах в том прочем верить не могут бесчисленные негой отучены путешествовать все дает знать что как практика без сродности есть бездельная так сродность трудолюбием утверждается что польза знать каким образом делается дело если ты к тому не привык узнать не трудно а трудно привыкнуть наука и привычка есть тоже она не в знании живет но в делании ведение без дела есть мученье а дело без природы вот чем разница знание и наука басня одиннадцатая ветер и философ о чтоб тебя черт взял проклятый за что ты меня бронишь господин философ спросил ветер за то ответствует мудрец что как только я отворил окно чтобы выбросить вон чесноковый шелуху ты как дунул проклятым твоим вихрем так все назад по целому столу и по всей горнице разбросал да еще при том остальную рюмку с вином опрокинувший расшиб не вспоминая то что раздувший из бумажки табак все блюдо с кушанием которое я после трудов собрался было покушать совсем засорил да знаешь ли говорит ветер кто я таков чтоб я тебе не разумел скрещал физик пускай о тебе мужички рассуждают а я после небесных планет тебя моего внятия не удостаиваю ты одна пустая тень а если я говорит ветер тень так есть при мне и тело и правда что я тень а невидимая во мне божья сила есть точно тело и как же мне не веять если меня всеобщий наш создатель и невидимое все содержащее существо движет знаю сказал философ что в тебе есть существо неповинное постольку поскольку ты ветер и я знаю говорил дух что в тебе столько есть разума сколько в тех двух мужиках из которых один нагнувшись поздравил меня заднюю бесчестную частью задравши платье за то что я раздувал пшеницу как он ее чистил а другой такой же комплимент сделал в то время как я ему не давал вывершить копную зерна и ты у них достоин быть головою сила кто на погоды или на урожай сердится тот против самого бога всестроящего гордится басня двенадцатая оселка и нож нож беседовал с оселкою конечно ты нас сестрица не любишь что не хочешь встать нашу ступить и быть ножом ежели бы я острить не годилась сказала оселка не отреклась бы вашему совету последовать и состоянию а теперь тем то самым вас люблю что не хочу быть вами и конечно став ножом никогда столько одна не перережу сколько все те ножи и мечи которые во всю жизнь мою переострю а все время на оселки очень скудно сила родятся и такие что воинской службы и женить бы не хотят дабы других свободнее поощрять к разумной дечестности без которой всяко стать недействительно басня тринадцатая орел и черепаха на склоне нам над водой дубе сидел орел о близости черепаха своей братьей проповедовала следующее пропадая ну летать покойная наша прабаба дай бог ей царство небесное навеки пропала как видно из истории за то что сей проклятой науке начало было у орла обучаться сам сатана он ее выдумал слушай ты дура прервал ее проповедь орел не через то погибла премудрая твоя прабаба что летала но через то что принялась за оное не по природе а летание всегда не хуже ползания сила славолюбие да сластолюбие многих поволокло встать совсем природе их противную но тем им вреднее бывает чем стать изряднее и весьма немногих мать родила например к философии к ангельскому житию басня 14 сова и дрозд как только сову усмотрели птицы начали в запуски щипать не досадно ли вам сударыня спросил дроздик что без всякой вашей виновности нападают и не дивно ли это немало не дивно отвечала она они между собой то же самое всегда делают а что касается досады она мне сносна тем что хотя меня сороки с воронами и граками щиплют однако орел с пугачем не трогают притом и афинские граждане имеют меня почтение сила лучше у одного разумного и добродушного быть в любви и почтении нежели у тысячи дураков басня пятнадцатая змея и буфон как змея весной скинула линовище буфон ее усмотрев куда вы сударыня сказал с удивлением отмолодели что сему причиной прошу сообщить я вам с охотой сообщу мой совет змея говорит ступайте за мною и повела буфона к той тесной скважине сквозь которую она с великою трудностью продравшись всю старинную ветошь из себя стащила вот господин буфон извольте пролезать сквозь узкий сипроход а как только пролезете тот же час обновитесь оставив свою негодность по другую сторону да разве ты меня тут задушить хочешь скричал буфон а хотя мне сюда удастся протащиться тогда с меня последнюю кожу сдерет прошу не гневаться сказала змея кроме всего пути нельзя нам туда выдойти где мне быть удалось сила чем лучше добро тем большим трудом окопалось как рвом кто труда не перейдет и к добру тот не придет басня шестнадцатая жабы как высохло озеро так жабы поскакали искать для себя новое жилище наконец все вскричали ах сколь изобильно озеро оно будет нам вечным жилищем и вдруг плюс налив вон а я сказала из них одна жить намерила в одном из наполняющих ваши озеро источники вижу издали приостененный холм многие сюда поточки посылающие там надеюсь найти для себя добрый источник а для чего так тетушка спросила молотка а для того так голубка моя что поточки могут отвестись в иную сторону а ваше озеро может по прежнему высохнуть родник для меня всегда надежнее лужи сила всякое изобилие оскудеть и высохнуть как озеро может а в честное ремесло есть неоскудевающий родник не изобильного но безопасного пропитания сколь многое множество богачей всякий день преобразуется в нищих всем кораблекрушении единственную гаванью есть ремесло самые беднейшие рабы рождаются из предков жительствовавших в луже великих доходов и не напрасно платон сказал все короли из рабов и все рабы отраживаются из королей все бывают тогда когда владыка всему время уничтожает изобилие да знаем же что всех науглава око и душа есть научиться жизнь жить порядочную основанную на законе веры и страха божьего как на главнейшем пункте сей пункте есть основание и родник рождающий ручейки гражданских законов но есть глава угла для зиждущих благословенное жительство из сего камня твердость содержит все должности и науки в пользе а сие общество благоденствии басня семнадцатая два ценных камушка алмаз и сморакт высоких качеств сморакт находясь при королевском дворе в славе пишет к своему другу адамантию следующее любезный друг жалею что не родишь о своей чести и погребен в пепле живешь твои дарования мне известны они достойны честного и видного места а теперь ты подобен светящему свечнику под спудом сокровенному к чему наше сияние если оно не приносит удивление и веселье народному взору всего тебе желая прибуду друг твой сморакт дрожайший друг отвечает алмаз наше с видного места сияние питает народную пустославу довзирают на блестящие небеса не на нас мой слабый небес список а цена наша или честь всегда при нас и внутри нас грановщики не дают нам а открывают в нас оную она видным местом и людской хвалою не умножается а презрением забвением и хулою не уменьшается всех мыслях прибуду друг твой адамантий сила цена и честь есть тоже сей кто не имеет внутри себя приемлял живое свидетельство снаружи тот надевает вид ложного алмаза и воровской монеты при вратном народе говорят так сделали Абрама честным человеком а должно было говорить так засвидетельствовано перед народом о чести Абрама просвещение или вера божия милосердие великодушие справедливость постоянность целомудрие вот цена нашей честь старинная пословица глупый ищет место а разумного и в углу видно дерева знакома но território не вера с от